Как поживаешь, Тарья? Отлично, здесь приятно находиться и наслаждаться тропической погодой. Это точно. Сейчас ты живешь в Марбелии, Испании, насколько я понимаю, редко приезжаешь в Финляндию. Сейчас приехал сюда на неделю? Да, меньше чем на неделю, всего на несколько дней. Я приехала, чтобы дать концерт, а вообще приезжаю в Финляндию в основном для того, чтобы работать. Конечно, скучаю по своим родным и друзьям. Вот вчера была радость, встретилась со своими любимыми братьями после долгой разлуки. Отобедали за одним столом. Это была достаточно приятная встреча. Я знаю, что ты отпраздновала в Финляндии день рождения своей дочери, ей исполнилось 6 лет. На самом деле нет. Я прилетела домой как бы транзитом. Так уж вышло. Мой муж уехал в Гамбург, и буквально на пороге мы договорились встретиться через несколько дней. После чего я снова уехала. Ты часто работала в Финляндии в прошлом и планируешь в будущем. 23 августа начинается твой американский тур, а в октябре ты выступаешь в Европе. Как тебе все это удается? Хороший вопрос. Подобные напряженные гастроли требуют предварительной подготовки. Постоянные тренировки, физические нагрузки, упражнения для голоса. Как классическая певица, даже несмотря на то, что во всем мире меня знают как рок-вокалистку, я не имею права утрачивать навыки классического пения. Поэтому, заботясь о своем голосе, поддерживаю физическую и ментальную форму. Иначе столь плотный гастрольный график просто не выдержу. А вот разлуку с родными переносить гораздо сложнее. Очень трудно не думать о доме. Особенно если у тебя подрастает шестилетняя дочь. Как ты с этим справляешься? Первые четыре года наеме мой муж Марселла путешествовали вместе со мной. Были рядом со мной везде. На каждом турне и по ходу записи в студии. Но все поменялось, когда дочка пошла в школу. В Испании дети идут в первый класс раньше детей в Финляндии. Было сложно, но дети переживают перемены лучше, чем мы, взрослые. Да, мамочка скучает сильнее. Взрослые, как правило, испытывают на себе дополнительный стресс. А дети... Они живут в настоящем, здесь и сейчас. Судя по фотографиям, выложенным в твоей инстаграме, ты работаешь постоянно. Каким образом поддерживаешь себя в форме? Жизнь заставляет, вернее, рок-н-ролльный отжиг на 10-сантиметровых каблуках. Не будешь в надлежащей форме, тогда просто не выдержишь двухчасовой концерт в кожаном прикиде. Поэтому быть в форме просто насущно необходимо. Особенно, когда тебе уже за 40. Ага, тебе через две недели стукнет 41, не так ли? Да, точно. Не страдаешь от кризиса среднего возраста? Не, ничего подобного. Когда тебе за 40, возраст ощущаешь своим телом. В определенных обстоятельствах. С возрастом меняется не только твое тело, но и сознание. Одним словом, определиться с чувствами сложно. То есть сложно понять сам процесс перехода в зрелый возраст. Процесс старения. Да, но жизнь сама задает направление. Ты никогда не жалеешь о том, что уже столько прожито? Ни разу, вообще нисколько. Но ведь об этом трудно не думать, согласись. Дело в том, что я живу настоящим, днем сегодняшним. Но при этом, естественно, планирую свою жизнь на 2-3 года вперед. Артист не может не знать свой рабочий график. Грядущие события. Артист работает постоянно и неустанно. Но все равно при этом я живу настоящим. Стараюсь получать удовольствие от жизни, ведь никто не знает, что там будет дальше. Никто из нас не знает. Твой альбом «Акт-2» вышел на прошлой неделе. А через пару недель у тебя начнется хедлайнерский тур по Америке. В каких странах ты выступаешь чаще всего? Наверное, уже успела навестись в концертами почти все страны. Да, наш с вами мир необъятен. И стран, в которые мне хотелось бы поехать, все еще предостаточно. В эти выходные я впервые выступаю в Ливане. На одном рок-фестивале. Ливан — новая страна для меня. Я там еще ни разу не пела. Всегда интересно открывать для себя новые места и подмечать культурные различия. Тем более, когда тебя прекрасно принимают. Люди везде одинаковые, только вот подают себе по-разному. И в этой связи могу сказать, что я просто наслаждаюсь обменом переживаний и энергии со своей публикой. Получается как-либо открыть и узнать ту страну, в которой ты выступаешь. Лишь отчасти. А что можно увидеть и понять в гастрольной цепочке? Аэропорт, отель, концертный зал. Отъезд на новое место выступления. В какой стране у тебя больше всего фанатов? Южная Америка, Россия, Центральная Европа. Конечно, масштабные концерты я даю в странах Восточной Европы. Твои планы на будущее, помимо грядущих концертов? Естественно, работа. Сейчас готовлю новые песни, вот отработала на нескольких летних европейских фестивалях. Занимаюсь подготовкой нового альбома, записываться начну в начале следующего года. Я надеюсь, если все пойдет по плану. Если мне удастся завершить работу над новыми песнями до конца этого года. Запланирован большой тур по Финляндии. Турные из 18 концертов будут проходить под слоганом «Мрачное Рождество». Ого! Это будет затяжной тур, после чего дам несколько концертов с симфоническим оркестром в Центральной Европе. Впереди тяжелый год, а после записи и выпуска нового альбома начнется следующий год. Надеюсь, что мой новый альбом выйдет где-то в сентябре 2019-го. Примерно. Примерно.